Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 22 мая 2024 года. Среда. Местное время 21 час 49 минут, Киевская и Московская 22 часа 49 минут. Ну, а я, доктор Джордж Горбатов, зачитываю вам избранные отрывки из первого психологического съезда в Париже, который состоялся 6-10 августа нового стиля. Что такое новый стиль? Непонятно. Так, значит, в числе ученых съездов, состоявшихся в Париже во время выставки, несомненно, одним из самых скромных по внешней обстановке и по числу присутствующих, был съезд по физиологической психологии, устроенный обществом того же имени, существующим в Париже с 1885 года и состоящим под председательством президента Шарко и вице-президента философа Поля Жанны и психолога Рибо. Ну, вот и всё. То есть, мы видим, да? А какой год? Да, значит, этот доклад написан Гротом, основателем этого журнала «Вопросы философии и психологии» и читанным на заседании Московского психологического общества 23 сентября 1889 года. Значит, и психологический съезд в Париже состоялся 6-10 августа 1889 года. Ну, вот Грот пишет, что мне выпало счастье лично принять участие в занятиях съезда, и я дам краткий и по возможности объективный отчёт о его результатах. Ну, я не буду здесь читать это всё, меня только заинтересует работа секции, скажем так, вот, гипнотизма. Вот, значит, девятая секция – это гипнотизм. О причинах ошибок в наблюдениях явлений гипнотического внушения нормальный и гипнотический сон, наследственность гипнотической чувствительности, двигательная сила представлений у субъектов загипнотизированных и их бессознательные движения, автоматическое письмо и прочее, раздвоение личности в гипнотическом сне и при психотических расстройствах, шестое – явление трансферта, и седьмой – опыт установления точной терминологии в вопросах гипнотизма. Ну, вот, я сейчас вам сразу же и перейду. Там очень много, но поскольку я не психолог, и публика у меня, скажем так, больше интересуется психиатрией, я вот и зачитаю. Итак, секция о гипнотизме задалась прежде всего задачей определить точную, точнее терминологию явлений гипнотизма. Задача эта, по существу, несколько схоластическая, так как едва ли возможно искусственно узаконить известную терминологию, пока не выяснилось естественное соотношение явлений. Поэтому рассуждение о том, как определить взаимное отношение понятий гипнотизма, магнетизма и сомнамбулизма в заседании 7 августа не привели ни к какому результату. И по предложению Фореля, Илье Жуа, Форель – это известный швейцарский гипнолог, невролог, также исследователь и насекомых, ну, скажем так, муравьёв, да? А Илье Жуа – это юрист, вот, занимающийся гипнотизмом в области юриспруденции, принадлежит к нансийской школе. Решено за этими терминами удержать их историческое значение. В заседании 8 августа гипнотическая секция занимается вопросом о соотношении гипнотического и обыкновенного сна. На сцену выступает известный спор Парижской школы Сальпетриэре, Шарко и инансийской школы, во главе которой стоит Бернгайм, о том, следует ли признать гипнотический сон явлением патологическим, предполагающим предрасположение субъектов, доступных гипнотизацией к истерии, как думает Шарко, или должно признать, что гипнотизм есть особая, по условиям возникновения, форма нормального сна, доступная для всех, даже для совершенно здоровых людей. Рише, известный французский психолог, высказывается за предположение, что и субъекты без всякого нервного дефекта доступны к гипнотизации. Бернгайм высказывает мысль, что при некотором терпении можно достигнуть усыпления всякого человека, и в этом, говорит он, заключается теория нансийской школы. Хотя, однако, несомненно, что гипнотизация облегчается известной особой впечатлительностью, которая даже обратно пропорциональна страданию нервной системы, нервосизме. Так что здоровые субъекты обнаруживают ее в большей степени. Это мнение Бернгайма подтверждает Охарович. Рише интересуется вопросом, правда ли, что во Франции замечается большее предрасположение к гипнотическому сну, чем в других странах. Бельгийский ученый Дельбев сообщает, что ему удавалось гипнотизировать более 75% лиц, над которыми он делал опыты, что он гипнотизировал полковников, генералов, крестьян, слуг и так далее с одинаковым успехом, и что всего труднее, подаются гипнозу истерические субъекты. Швейцарский ученый Форель думает, что швейцарцы не менее доступны к гипнозу, чем французы, и заявляет, что ему лично опыты удавались в 80% случаев, причем напоминает, что по свидетельству шведского ученого Гирта из 4 тысяч лиц, над которыми он производил опыты, лишь немногие не подавались гипнозу. Майерс из Лондона замечает, что он наблюдал влияние воли гипнотизируемых субъектов на способность их подать в гипнотический сон. Дельбев полагает, что дело не столько в воле, сколько в экзальтации чувствительности. В утреннем заседании 9 августа прения по вопросу о нормальности гипноза возобновились благодаря докладу Бобинского, известный, чем он прославился и запомнился, своим патологическим пирамидным рефлексом, рефлекс Бобинского. Приверженца Шарко, Бобинский – это парижанин польского происхождения, приверженный Шарко, но ранее в промежуточном общем заседании 8 августа был поднят, тесно связанный с этой проблемой вопрос о сущности процесса внушения, которому имел отношение, и доклад Бобинского. Поэтому мы сначала резюмируем прения по этому вопросу. Возник он по инициативе Рише, предложившего разделить все состояния изменения личности на первое – самопроизвольные, нормальные или патологические явления сна. Сюда относится и сам намбулизм. Второе – на нервные состояния, вызванные какими-либо стимулами, а именно или внушением, или действием физических агентов, например, магнита, токов и прочим. Или третье – изменения, вызываемые внушением воли на расстоянии и другие подобными психическими факторами, еще не разъясненными наукой и даже не вполне подтвержденными какими-либо неопровержимыми документами, сюда относятся и явления телепатии. По поводу этой классификации Форель из Цюриха, профессор Форель высказывает замечание, что ему непонятно противоположение внушения как психического действия физическим явлением, так как на самом деле мы во всех перечисленных случаях имеем дело с каким-либо чисто физическим действием на организм. Пьер Жанне возражает, что внушение сопровождается сознанием известных фактов тем лицом, которое ему подвергается, и это дает основания различать его от чисто физических раздражений периферии. Бернгайм доказывает противоположность Форелю, что следует признать присутствие психического момента даже в чисто физическом действии, а именно паосов, фиксации блестящего предмета, действий гонга и так далее, так как и в этих случаях есть косвенное внушение. Разбирая случаи гипнотического действия на грудных детей, которые наблюдал Льебо, это практически основатель французского, ну и мирового гипнотизма, он утверждает, что и дети доступны психическому действию внушения, может быть, с первого дня рождения, и, наверное, по прошествии первого месяца. Французский врач Балле сомневается, чтобы Бернгайм в состоянии был указать психический процесс внушения, предполагающий известное предвидение со стороны субъекта, подвергаемого внушению в случаях сна, вызванного действием сильного света или шума. Бернгайм настаивает на том, что и в этих случаях есть момент внушения, так как не все лица, подвергаемые этим впечатлениям, впадают в гипнотический сон, не говоря уже о том, что иногда в этих случаях мы имеем дело только с последствиями более ранних внушений. Поль Рише указывает на то, что в этом споре термин внушения понимается спорящими различно. Если дело идет о психической реакции сознания субъекта, подвергаемого действию каких-либо физических агентов, то она везде присутствует и тогда всякое действие впечатлений на субъекта есть внушение. Но если понимать термин внушение в специальном значении, разумея промое влияние мысли экспериментатора на сознание экспериментируемого, то правильнее различать случаи сна под влиянием внушения, о других случаях, где оно отсутствует. Доктор Бобинский в своем докладе 7 августа отстаивает учения школы Шарко как против тех, кто признает гипнотический сон нормальным явлением, так и против тех, кто считает внушение непременным условием гипнотического сна. По мнению докладчика, парижская школа достаточно убедительно доказала, что известные чисто механические возбуждения могут вызывать гипноз без посредства внушения, что нельзя говорить о внушении, когда в соматическом состоянии гипнотизируемого субъекта наблюдаются явления, не предусмотренные внушением, например, анестезия или судороги, которых экспериментатор вовсе не внушал субъекту, и что, наконец, опыты Шарко, проверенные, и целым рядом иностранных исследователей, особенно итальянских, подтвердили наглядно, что гипнотизм есть невропатическое явление, которое можно сблизить с истерией, так как у них есть общие признаки и общие периоды развития. Ломброзо на основании своих опытов над семьюдесятими лицами в Болонье также высказывается пользу разграничения настоящего гипноза, встречаемого только у субъектов нервная система, которая поражена от мнимого гипноза, основанного просто на доверчивости, кредулите – здоровых лиц из народа, которых он подвергал усыплению. Председатель секции Эспиннас тоже склонен допустить родство гипнотического состояния с истерией ввиду фактов, подтверждающих, что субъекты, часто приводимые в гипнотическое состояние, приобретают тем самым наклонность к истерии. Форель, последователь Нансийской школы, возглавляемый профессором Бернгаймом, мое дополнение, замечает, что только злоупотребление, гипнотизмом может развить истерические наклонности. Пьер Жанне, известный французский психолог, старается примирить противников и поборников в сближении гипнотизма с истерией, с ображением, что и те, и другие явления, несомненно, сопровождаются анестезией. А анестезия соответствует психологически состоянию психической слабости или рассеянности. Так что истерию можно определить как хроническую слабость и рассеянность, а гипнотизм – как острое или временное состояние невнимания и психического ослабления. На это Дельбёв возражает, что гипнотическое усыпление, как доказывает опыт, требует известного внимания, а не рассеянности или слабости со стороны подвергаемого ему субъекта. Форель в ответ Бобинскому и Жанне замечает, что нервнобольные люди и особенно сумасшедшие всего менее доступны к гипнотизации. Арише находит, что смешение гипнотизма с истерией зависит более всего от смешения понятий болезни и не вполне нормального состояния. Если бы мы признали даже, что субъекты, доступные гипнотическому сну, не вполне нормальны в нравственном отношении, то это не мешает признавать их здоровым физически. И едва ли можно отрицать факт, что люди совершенно здоровые физически могут впадать в гипнотический сон. Таким образом, занятия гипнотической секции не привели к полному соглашению Парижской и Нансийской школ, но, несомненно, подчеркнули ряд интересных проблем пред будущими исследователями, которым и предстоит окончательно высказаться по вопросам о природе гипнотического сна, отношении его к нормальному сну и к истерии, о сущности процесса внушения и о соотношении его к действию физических агентов, подвергающих некоторых субъектов в гипнотический сон. Так, ну, пожалуй, о гипнозе закончено. Сейчас я еще парочку найду здесь. Сейчас. Это психология, все я не зачитываю. Так, а, вот еще. Значит, в общем заседании 9 августа харьковский профессор Данилевский, кстати, его книжку о гипнотизме я уже зачитал, делает сообщение о гипнозе животных и старается определить общие черты гипнотического состояния у животных и человека. Он делал опыты погружения в гипноз раков, крабов, омаров, сепий, различных рыб, лягушек, тритонов, ящериц, крокодила, змеи, черепахи, различных птиц и кроликов. Общая картина гипноза такова. Животное, поставленное в ненормальное положение, усыпляется слабым, но непрерывным действием экспериментатора сначала обнаруживается парализованность произвольных движений, затем анестезия кожи и признаки гипнотической астмы. По мере повторения опытов животное делается все более и более доступным гипнотическому сну. Чисто психическое действие внушения по отношению к человеку и грубое соматическое усыпление животных гомологичны. По-видимому, в животных мы имеем дело с бессознательными инстинктивными психическими процессами. Ну, вот так вот. Ну, вот и все. Ну, я вам концовску зачитаю. Психологический конгресс, как и большая часть, как и большая часть ученых конгрессов, бывающих в Париже, окончилась банкетом на башне Эйфеля в субботу 10 августа, имевшим совершенно частный семейный характер. На этом банкете иностранные гости благодарили парижских ученых за оказанный им гостеприимный и радушный прием. В общем, съезд произвел на нас впечатление некоторого предварительного собрания, могущего содействовать более правильной организации следующих психологических съездов. Рише, Поле Рише, был прав, говоря, что главное значение съезда было в том, чтобы свести и познакомить между собой представителей психологической науки различных стран, и в этом отношении съезд вполне не достиг своей цели. Н. Грот, профессор Грот. Ну, вот так. Ну, а следующее из этого выпуска, первого выпуска журнала философии и психологии 1889 год, это, скажем так, заметка или отчет профессора Сергея Сергеевича Корсакова о втором международном конгрессе по психиатрии в Париже, который состоялся 5-11 августа нов-ст, ну, наверное, нового стиля. Вот так. На это, в следующий раз, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение избранной главы из отчета профессора Н. Грота касательно международного психологического съезда в Париже в 1889 году. Вот, значит, я зачитал о заседании секции гипнотизма. На этом я прощаюсь с вами. Вот. До следующих встреч в чтениях, консультациях и стримах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok